Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии действует круглосуточная горячая линия, по которой отвечают на вопросы, касающиеся мобилизации. Сотрудники уже приняли около двух тысяч звонков. Помощь мобилизованным и их семьям в Карачаевске на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета действует Центр гуманитарной помощи, волонтерами которого выступили студенты-преподаватели вуза. На 98% многоквартирные дома республики готовы к осеннему-зимнему периоду. Управление государственного жилнадзора обсудили вопросы запуска котельных. Крупный учебно-производственный научный комплекс Агроколледжу Эркин-Шахара исполнилось 90 лет. От 40 до 300 звонков ежедневно приходят на горячую линию 122 по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Специалисты Республиканского центра обработки вызовов ни одно обращение не оставляют без ответа. За их работой наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Сотрудник горячей линии 122 принимает звонки по теме частичной мобилизации. Очередного собеседника интересует возможность отсрочки для студентов высшего учебного заведения. Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не прибывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру, сразу после окончания бакалавриата также предоставляется отсрочка. Да, конечно, у вас имеется отсрочка. Звонков каждый день много, однако ни один вопрос не остаётся без ответа. Специалисты регионального центра обработки вызовов ранее успешно прошли обкатку периодом пандемии. В течение нескольких последних лет консультируют жителей Карачао-Черкесии по теме здравоохранения. Поэтому работать, по сути, в авральном режиме для них не в новинку. С момента, как мы начали принимать вопросы по частичной мобилизации, мы приняли около 2000 звонков. В среднем от 40-50 звонков до 300 звонков в сутки принимает наша служба, дают разъяснения и так далее. Если у специалистов нет возможности ответить на какой-то вопрос или жалобу к обсуждению, могут быть подключены представители тех или иных служб или ведомств, руководители муниципалитетов, военкомы, общественники. По поручению главы Карачао-Черкесии при региональном правительстве создана межведомственная комиссия, где совместными усилиями удаётся оказать гражданам необходимую консультативную и иную помощь. Но всё же получить ответы на большинство вопросов, интересующих население, можно, позвонив на горячую линию. Часто спрашивают по поводу наличия инвалидности у самого призываемого, наличия инвалидности у членов семьи. Даём также разъяснения, в каких случаях гражданин имеет отсрочку, в каких случаях временную отсрочку. Часто задают вопросы по поводу оплаты, что требуется, какой фонд оплаты, что будут получать мобилизованные граждане. Тоже даём разъяснения. В последнее время очень актуальный вопрос по поводу отсрочек по ипотечным и потребительским кредитам. Тоже проведена очень большая работа с различными банками правительства нашей республики. По всем вопросам, которые касаются частичной мобилизации, жители Карачао-Черкесии могут звонить круглосуточно по номеру 122. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. С 2020 года на базе Качагу имени Умара Олива функционирует Центр гуманитарной помощи «Мы вместе». Во время пандемии была проделана огромная работа, оказывалась поддержка людям. Волонтёры Центра также организовывали отправку гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Сейчас же приоритетным направлением работы Центра «Мы вместе» стало оказание помощи мобилизованным и их семьям. О деятельности полезной структуры ВУЗа подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Ситуационный Центр Качагу был организован в 2020 году. Тогда же совместно с республиканским штабом «Мы вместе» оказывали свою помощь в период пандемии. Тем самым показали свою высокую эффективность, организовав множество различных мероприятий не только регионального, но и российского уровня. А с 1 марта этого года ситуационный Центр был преобразован в Центр гуманитарной помощи. Волонтёрами была подготовлена и отправлена гуманитарная помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Четыре партии гуманитарной помощи мы отправили. Но вот сегодня с новыми реалиями, с объявлением частичной мобилизации, актуальность приобрела новый вектор работы нашего Центра – это оказание, прежде всего, социально-психологической, но также и гуманитарной помощи семьям военнослужащих, которые мобилизованы для выполнения задач, связанных с специальной военной операцией. Теперь наша задача – оказать помощь семьям мобилизованных, отмечает исполняющий обязанности ректора Качагу Талсултан Узденов. На данный момент мы с нашими психологами работаем над запуском постоянной действующей линии, куда можно обратиться, и мы постараемся оказать им свою помощь, подчеркнул Талсултан Аубикирович. На нашем сайте выставлены номера нашего Центра гуманитарной помощи отдельно для тех, которые нуждаются или хотят, между прочим, не только могут обратиться люди, которые нуждаются в помощи, но и те, которые хотят предложить свою помощь для того, чтобы оказать поддержку в направлениях работы нашего Центра. Так вот, два направления – это гуманитарная помощь и психологическая помощь. Студенты и сотрудники ВУЗа продолжают приносить в Центр предметы первой необходимости, которые отправляются в региональный Центр сбора гуманитарной помощи для дальнейшей маршрутизации. Также каждый желающий может оказать свою поддержку в работе данной структуры, отмечает руководство ВУЗа. Али Ханепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сегодня в управлении Государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесии прошло рабочее совещание по вопросам подготовки к отопительному периоду. В его работе приняли участие представители управляющих компаний городов и районов республики. На основании постановления правительства жилнадзор проводит еженедельный мониторинг готовности объектов к отопительному сезону. В адрес хозяйствующих организаций подготовлены и направлены письма с требованием предоставить информацию о заключенных договорах со специализированной организацией на техобслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание, внутридомового газового оборудования и другие вопросы. Сотрудники управления также проводят выездные обследования для проверки и исполнения графика обязательных работ при подготовке к отопительному сезону. По данным, озвученным на встрече, 98% многоквартирных домов республики готовы к осенне-зимнему периоду. Участники совещания обсудили и другие актуальные вопросы, относящиеся к деятельности управляющих компаний. Правительство Карача-Черкесской республики сформировало и утвердило постановлением 158-м план-график подготовки коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 22-23. И в этом году нас включили в эту комиссию, которая должна проводить мониторинги, контроль за подготовкой управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями всех работ многоквартирных домов в частности. Поэтому еженедельно мои специалисты, специалисты нашего управления с выездами в районы именно сами заходят на объекты, проверяют, смотрят и отслеживали подготовку к отопительному периоду. На сегодняшний день, по нашей оценке, 98% многоквартирных домов полностью готовы к зиме. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Черкесске без существенных осадков, ветер ночью западный, днём восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днём 15-17 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. МВД по Карачао-Черкесии подвело итоги по преступлениям, совершаемым в сфере лесопользования за 9 месяцев этого года. За отчётный период зарегистрировано 42 преступления в сфере лесопользования, из которых возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная рубка лесных насаждений». К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности привлечено три должностных лица. Мероприятия по противодействию правонарушения, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, умышленными поджогами лесов, а также выявлению коррупционных связей в сфере лесопромышленного комплекса продолжаются. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле руководством Министерства внутренних дел по республике. В агротехнологическом колледже посёлка Иркен-Шахар отметил 90-летие со дня образования. Совместили юбилейную дату с днём среднего профессионального образования. Он объединяет педагогов и мастеров производственного обучения, а также всех, кто вовлечён в эту сферу. О почётных гостях торжества и о значимости события расскажет Альбина Ламкова. Буквально в прошлом году я участвовал в конкурсе «Бессрока давности». Это конкурс отчинений. Стал призёром. Награждение было в Москве. И ещё наша команда делали научно-исследовательскую работу и выиграли первое место. Успех студентов в учёбе и воспитании всегда стоит на первом месте у педагогов аграрно-технологического колледжа посёлка Иркен-Шахар. Такая задача была поставлена с первых дней его открытия. Этапы становления колледжа тесно переплетаются с историей нашей страны. Истоки развития идут с 1932 года. Тогда и была открыта школа рабочей молодёжи. В дни Великой Отечественной войны преподаватели ушли на фронт. И колледж перепроферировали. В нём открыли детский дом. Воспитывались ребята из разных концов страны, которые вынуждены были направиться на Кавказ. Затем нашей стране нужны были трактористы. И поэтому по окончанию войны колледж вновь заработал. Его выпускники всегда в первых рядах, начиная от освоения целины. Каждый этап подъёма и восстановления сельского хозяйства учебное заведение проходило успешно. Готовило квалифицированных специалистов. Залог успешной учёбы в нём создан благодаря кропотливому труду всего коллектива во главе с руководством, говорит социальный педагог Аграрно-технологического колледжа Ирина Баймузова. Каждый день стараются направить все силы и усилия нашего коллектива на получение хорошего, настоящего, профессионального образования в стенах нашего колледжа. Чтобы наши воспитанники, наши выпускники были востребованы на рынке труда. Колледж, рождённый в советские времена, вобрал в себя лучшие преподавательские технологии. Десятки, сотни тысяч выпускников работают и наверняка будут продолжать свою трудовую деятельность в аграрном секторе нашей страны. Колледж идёт в ногу со временем, дифференцируя своё образовательное и преподавательское направление. Это гордость для всей страны, отмечают гости мероприятия. Один из них – академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Кайшев. В своё время в этом колледже учился отец мой. Для меня это очень дорого. Сегодня дети получают стипендию его именем. Для меня это вдвойне дороже. И то, что сегодня преподаватели, сегодня руководитель этого колледжа, конечно, заслужит самой-самой высокой похвалы. И человеческой, и государственной, и преподавательской. Осень богата на праздники в системе образования. Символично и то, что юбилей колледжа был учреждён День среднего профессионального образования. Что подчёркивает особую значимость события. 2 октября в этом году впервые указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина официально утверждено, что это праздник, День работников среднего профессионального образования. С чем я вас и поздравляю, мои дорогие коллеги. Инна Кравченко сердечно поздравила педагогов сферы среднего профессионального образования. Область просвещения нашей республики представлена 20 организациями различных форм собственности, являясь неотъемлемой частью образовательной отрасли Корчаева-Черкесии. Трудовой коллектив активно реализует программу подготовки высококвалифицированных кадров для отраслей экономики региона, отмечено в обращении к педагогам. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и особое отношение к работе лучшим наставникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести Корчаева-Черкесия, Ногайский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки».